Безопасная дорога в приоритете. Доказательством этого лозунга служат постоянные профилактические мероприятия для школьников, проводимые сотрудниками ГИБДД. Дети узнали, что может автобус, тренажер, школа дорожной безопасности и какие еще занятия были организованы для школьников, расскажет Альбина Ламкова. Главной целью профилактического мероприятия является привитие детям ответственного отношения к соблюдению правил дорожного движения. Инициатором его проведения стала госавтоинспекция Карачаева-Черкесии. Сегодня нашим детям выдалась уникальная возможность посетить автобус-тренажер школы дорожной безопасности. Это поможет сформировать детям практические навыки безопасного поведения в салоне транспортного средства. А сколько человек сегодня вы привели на занятия? От центра образования 11 автобус-тренажер школы дорожной безопасности посетили 20 учащихся. Как пристегивать ремни? Что делать в чрезвычайной ситуации на дороге? И как себя вести, если случился пожар, рассказал госавтоинспектор во время экскурсии в автобус-тренажер. Обязательно пристегнуться и не ходить по автобусу. Хорошо? Автобус-тренажер наглядно демонстрирует действия ремней безопасности при дорожной аварии либо резком торможении. Для этого салон оборудован специальной системой имитации отрыва сидений в момент столкновения. Держись за поручень или за спинке сиденья. Кроме того, автобус укомплектован генератором дыма для имитации задымления салона, необходимыми наглядными материалами и мультимедийной аппаратурой для демонстрации обучающих фильмов. Столь наглядные и необычные занятия, проводимые в игровой форме, неизменно пользуются большой популярностью у школьников. Как пристегивать ремни, что делать в случае аварии или, ну, в принципе, что делать в случае таких ситуаций. И это мероприятие очень значимое на самом деле, потому что интересно, мало ли что может случиться. А в автобусе что-то узнала? В автобусе нам рассказали о правилах, что делать. Нам показали, наглядно показали, что может случиться на манекене. Специализированный автобус школы дорожной безопасности на сегодняшний день остается уникальным средством обучения детей, основам дорожной грамотности и пропагандой использования ремней безопасности. Конечно, работа по предупреждению детского транспортного травматизма нами продолжается. И вот этот тренажер, автобус-тренажер, который сегодня прибыл на территорию Карачао-Черкесской республики, к нам в город Черкесск, он, конечно же, нам максимально сегодня помогает в том, чтобы до детишек в очередной раз донести о правилах безопасного поведения в салоне автомобиля. Сотрудники госавтоинспекции на постоянной основе посещают школы, где с учениками проводят профилактические беседы по правилам дорожной безопасности. Госавтоинспекция республики начинает работать с детьми уже с дошкольного возраста. Здесь, чем можно бы сказать, каждый родитель познает уже от ребенка своего о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Больше склонны познавать, узнавать. Им интереснее эти занятия, а не все, что им даешь, как губка впитывает. С начала текущего года все учебные учреждения минимум по два раза уже обошли. Со всеми школьными учреждениями провели занятия, с детьми проводим дополнительные занятия. Помимо этого, еще контрольно проходим и узнаем все, что они запомнили. Участниками мероприятия стали дети из разных школ. Они не только узнали много нового во время занятий, но и закрепили знания, полученные домой на школьных уроках. Еще дали возможность участвовать в тематических викторинах и лаборатории безопасности. Если мы не будем знать правила дорожного движения, мы попадем в аварию или нас забьет машина. Из-за этого надо хорошо знать правила дорожного движения. Нам часто рассказывают об этом учителя, даже когда не уроки дорожного движения. Они пытаются нам сделать так, чтобы мы больше знали и чтобы ничего с нами не случилось. И мне кажется, что это важно. Нужно, чтобы родители, учитель своих детей правил дорожного движения с маленького возраста, чтобы они знали все. С учащимися повторили правила безопасности на дороге, разобрали основные дорожные ловушки, а также напомнили о необходимости использования световозвращающих аксессуаров на одежде в темное время суток. Альбина Ламкова, Ринат Муков, Вести, Корчаево, Черкесия.